В эфире нашей телекомпании ежедневный выпуск информационной программы День города в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! Первый рабочий день по иронии судьбы выпал на последний зимний, а это в наших краях события бесспорно радостные. Ну а о новостях сегодняшнего дня вам, как всегда, расскажут наши журналисты. Смотрите в этом выпуске. Маленькие роботы в большом небе, как современные беспилотные аппараты, помогают деятельности МЧС в период паводка. Лишний день, как высокосный год влияет на то, когда вы выйдете на пенсию. Пресс-тур по школе Олимпийского резерва юности о деятельности учреждения журналистам рассказали руководители и тренеры учреждения. Что делать, если вы родились 29 февраля? Как известно, в обычные годы этот день в календаре отсутствует. И, к примеру, выход на пенсию граждан, родившихся в этот день, переносится на 1 марта. Примечательно, что выйти на заслуженный отдых в день своего рождения, 29 февраля, получается именно у мужчин. По законодательству, право на пенсию у сильного пола наступает в 60 лет. Эта цифра кратна четырем, а значит, родившийся в высокосный год мужчина и на пенсию выйдет в высокосный год. О деятельности Пенсионного фонда в этот период в нашем следующем сюжете. Уйти на пенсию теперь можно, не выходя из дома, а через сайт Пенсионного фонда. В Рязанской области заработал электронный сервис. На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации размещен ресурс «Личный кабинет застрахованного лица», доступ к которому имеют все граждане, зарегистрированные на портале государственных услуг. Убивая те же самые реквизиты, что и на этом портале, можно зарегистрироваться в личном кабинете и воспользоваться многочисленными услугами, предоставляемыми в электронном виде. Заходим в личный кабинет и указываем вид пенсии и информацию об иждевенцах. Тут же можно определиться со способом доставки – на дом или через кредитную организацию. Для страхователей с 1 апреля введена новая форма отчетности в ПФР. Здесь важно отметить, что с учетом выходных и праздников, первую отчетность необходимо представить не позднее 10 мая 2016 года. Отчетность должна заключать в себе в рамках утвержденных форм, которые сейчас находятся на стадии рассмотрения, такие данные, как паспортные данные гражданина, информация о фамилии, имени и отчество, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, а также индивидуальный номер налогоплательщика. За непредоставление информации в указанный срок, то есть до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом, полагается штраф в размере 500 рублей. Также сотрудники пенсионного фонда напоминают, что срок обращения за единовременной выплатой из средств материнского капитала заканчивается 31 марта. Единовременная выплата предоставляется в сумме 20 тысяч рублей или меньше. Меньше в том случае, если у гражданина на счете осталась сумма меньше после распоряжения средств материнского капитала частично или в полном объеме. Деньги предоставляются в виде единовременной выплаты в качестве временной антикризисной меры. Что же касается индексации пенсии в 2016 году, то главной особенностью является отказ от повышения пенсии тем пенсионерам, которые продолжают работать на официальной основе. Изначально работающие пенсионеры высказали бурю негодования по этому поводу, но очень быстро смирились, так как поняли, что прибавка к пенсиям в 2016 году незначительная, а терять приносящий хороший доход работу они не хотят. Индексация будет проведена в следующем месяце, после месяца, в котором пенсионер официально прекратит трудовую деятельность. В том случае, если пенсионер прекратил трудовую деятельность в последнем квартале 2015 года и первом квартале 2016 года, ему следует для произведения индексации, для реализации выплат в более высоком размере, прийти в пенсионный фонд и предоставить документы. Первая индексация состоялась в начале февраля, когда были повышены страховые пенсии неработающих пенсионеров на 4%. Отныне средний размер данной пенсии неработающего пенсионера в России составляет 13 100 рублей. Ожидается, что в нынешнем году случится еще одно повышение, но его размер и сроки пока находятся в размытых границах. За последний рабочий день минувшей недели и прошедшие выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 14 получили травмы различной степени тяжести. Также в области произошло 97 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено более 50 нарушений ПДД, а задержано 23 водителя в состоянии опьянения. Более подробно о дорожной обстановке расскажет Алена Куколева. В субботу 26 февраля в аварии на улице Бирюзова погиб 22-летний рязанец. Он не справился с управлением автомобиля марки Киа Рио и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим авто. В результате ДТП водитель автомобиля Киа от полученных травм погиб на месте автоаварии. А водитель автомашины Грэйт Волл и его 33-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу города Рязани. На следующий день, в воскресенье 27 февраля, на северной окружной автодороге 28-летний житель города, управляя автомобилем Порт Мондео, также не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомашиной «Шевроли Круз» под управлением 30-летнего жителя Рязанской области. В результате ДТП водитель автомобиля Форд бригады скорой медицинской помощи был доставлен в больницу. В школе Олимпийского резерва юности занимается более 1100 юных спортсменов. О деятельности учреждения, об особенностях работы с детьми и воспитании чемпионов на прошлой неделе рассказали журналистам, директор и тренеры школы, а также начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Марина Кощеева. Встреча прошла в рамках проекта, направленного на знакомство жителей областного центра с работой муниципальных спортивных школ. Наталья Новикова расскажет о встрече более подробно. Спортивная школа «Юность» развивает два олимпийских вида спорта – спортивную гимнастику и легкую атлетику. В том виде, в котором существуют сейчас, учреждение было образовано в феврале 2012 года путем реорганизации двух старейших школ города Рязани. В рейтинге эта школа у нас лидирует, первые места занимает, потому что действительно отлажена работа за эти годы, хороший коллектив, тренеры-преподаватели, которые имеют большой опыт, высшую тренерскую категорию. Очень приятно, что и молодых специалистов школа привлекает для того, чтобы передавать свой опыт. И есть результат. И самое главное, что школа переполнена, есть желание детей заниматься этими видами спорта. Мы, в принципе, оздоравливаем ребят, и плюс они могут себя реализовать в спортивной карьере. В настоящее время в школе занимаются более тысячи человек, а в юности сложились хорошие традиции. И в стенах школы выросла плеяда достойных легкоатлетов, которые защищали не только честь Рязани, но и страны. За весь период работы спортшколы было подготовлено более 30 мастеров спорта, в том числе три мастера спорта международного класса, четыре заслуженных мастера спорта и большой отряд кандидатов в мастера спорта и массовых разрядников. Многие из них достигли больших высот в спорте. У нас много хороших спортсменов, которые прославляли честь нашей школы, в частности, отделение лёгкой атлетики. Самый большой результат – 2004 год. Семагина Ирина стала серебряным призёром Олимпийских игр в Турине, когда она прыжок в длину стала серебряным призёром. У нас есть Кирилл Сосунов, который выигрывал, был призёром чемпионатов мира, Оля Коритурина, которая была призёром чемпионата мира, Михаил Цветков в прыжках в высоту, четвёртое место, Настя Ирина была чемпионкой мира среди юниоров и многие другие дети, которые выступали на чемпионатах Европы и мира. Школа «Юность» работает и со спортсменами с ограниченными возможностями, и они также занимают высшие места на пьедесталах почёта. Так, в 2013 году Сергей Тимонин занял первое место на Сурдо-Олимпийских играх по прыжкам в длину. Ну и, конечно, нельзя не отметить тренеров высшей категории, которые воспитали уже не одно поколение спортсменов, в том числе и именитых. За заслуги в подготовке спортсменов мирового класса три тренера-преподавателя получили звание «Заслуженные тренеры России». Это Христа Йотов, Олег Копацинский и Галина Джавахова. Четырём было присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры России» Константину Турусову, Олегу Копацинскому, Павлу Чехову и Нинельчик Масовой. Вертолёты МЧС уходят в прошлое. Им на замену пришли маленькие роботы. Армия беспилотников заступила на службу к спасателям. Теперь с их помощью собираются разыскивать заблудившихся лесников, рыбаков на льдинах и запускать технику над горящими зданиями. А то, что раньше люди воспринимали лишь как забаву, в МЧС зовут беспилотной армией. В Рязани за акваторией АКИ следит беспилотный летательный аппарат. Он помогает сотрудникам МЧС отслеживать рыбаков-любителей. Длина такого беспилотника около метра. Он может подниматься на высоту до 500 метров, а дальность его полёта достигает нескольких километров. Аппарат в режиме реального времени передаёт на пункт управления видеокартинку того, что происходит на Земле. Для качественного мониторинга складывающей обстановки используется современная техника, в том числе и беспилотные летательные аппараты, при помощи которых производится мониторинг в состоянии ледового покрытия, определяются места наибольшего скопления любителей ловли рыбы, с которыми проводится профилактическая работа. Беспилотники уже активно использовались в 2015 году. Они также доказали свою эффективность и в помощи тушения пожаров, и при поисках лесников. Накануне об этом заявил директор созданного недавно департамента авиационно-спасательных технологий и беспилотной авиации МЧС Владимир Светельский. Теперь центры беспилотной авиации создаются во всех регионах, в том числе и в Рязанской области. Всё больше внимания в современных городах строители уделяют внешнему виду своих творений. Необычные красивые жилые дома или те объекты, которые удивляют неординарной архитектурной задумкой. Если посмотреть вокруг, то и в нашем городе есть много интересных мест. Можно встретить большие дома с хорошими подземными парковками, яркие, необычные фасады торговых центров и даже горнолыжные оборудованные склоны в нескольких метрах от жилых многоэтажек. Чтобы получить возможность жить в таких современных домах, главное знать, куда обратиться с этим вопросом. Результат работы группы компании «Мервенский» – это те дома, которые украшают наш город. Яркие, разнообразные, нетипичные. В каждом из них есть свой неповторимый штрих. Очередным примером является строящийся микрорайон «Юбилейный». Его жильцы получат возможность устроить семейный пикник, покататься на лыжах или сноуборде, буквально выйдя из дома. Обустроятся комфортные зоны отдыха с красивым вландшафтным озеленением. Также в наши планы входит обустройство ближайшего склона для занятий зимними видами спорта. Жилой комплекс «Юбилейный» находится в экологически чистой зоне в Московском районе на улице Птицеводов. Он строится по всем требованиям современной жизни. Десятиэтажные дома с магазинами для обслуживания жителей возводятся из экологически чистого кирпича с утеплением фасадов современными строительными материалами. В подъездах будут устанавливаться импортные бесшумные лифты. Отделка подъездов осуществляется качественной плиткой. Квартиры в домах придутся по вкусу для любой семьи. От маленьких однокомнатных до больших трех- и четырехкомнатных. В некоторых есть необычное панорамное остекление – от пола до потолка с бронированным стеклом для безопасности жильцов. Причем остекление ни лоджий, ни балконов, как у других застройщиков, а именно самих квартир. Оттуда открывается прекрасный вид на прилегающую территорию. Что касаемо благоустройства территории, здесь мы однозначно приложим максимум усилий для создания комфортных условий пребывания на дворовых территориях наших жителей. Будут сделаны спортивные площадки для занятий футболом, баскетболом, установлены силовые тренажеры для занятий спортом детей, установлены качественные, большие, интересные игровые комплексы. Дети будут в восторге. Чтобы своими глазами увидеть всю красоту этого дома, можно в любой момент обратиться в офис компании по адресу улица Стройкова, дом 11. Группа компании «Мервинский» находится на строительном рынке более 20 лет. За это время построены и введены в эксплуатацию десятки объектов различного социального назначения. Жилые дома, рестораны, спортивные комплексы, гаражные кооперативы, магазины. И с каждым годом люди все больше убеждаются в порядочности этой компании и в качестве строительства. На этом мы завершаем информационный выпуск программы «День города». Завтра мы вновь выйдем в эфир с последними новостями Рязани и расскажем вам о самых важных событиях областного центра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до новых встреч. Жилой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok